Без малого полтысячи глав. 12 тысяч муниципальных служащих, еще десятки тысяч тосовцев на передовой. Внушительная армия самоуправленцев Краснодарского края отмечает сегодня профессиональный праздник. Это к ним приходит с вопросом, когда в поселке будет газ или новая дорога. На них с укором смотрят, если что-то мешает нормальной жизни города или станицы. Реже хвалят, но этих людей, как правило, знают в лицо. Работа очень сложная, она потребует постоянного внимания, постоянно удаешь себя только работе. Можно сказать, что ни днем, ни ночью спокойствия нет. Жители звонят напрямую. Если они в район, в крае не позвонят, то глава поселения – это тот человек, у которого телефон есть практически у каждого жителя этого поселения. Открытость и подотчетность по этому критерию сегодня во многом оценивают власть на местах. За правило главы взяли ежегодные отчеты перед жителями территорий, регулярные встречи с активами поселений. Сидя в кабинетах, инвестиций в районы не привлечешь. Новых предприятий, а значит и новых рабочих мест не создашь. И это тоже одно из обязательных правил работы большой кубанской команды менеджеров. От того, насколько четко решаются вопросы, насколько есть взаимодействие между этим уровнем власти, который на передовой находится, и жителями, так и складывается жизнь, и складывается мнение людей, как работает власть. Эффективность работы – это прежде всего услышать каждого жителя, сделать жизнь более комфортной и благоустроенной, а самое главное – безопасной. Людей привлекаем, чтобы они участвовали во всех наших мероприятиях. Ну, конечно, общаемся с главами, дружим, если честно сказать. Поэтому у нас работа идет активно. За пять лет доходы муниципалитетов в крае выросли почти на треть. Есть в регионе еще одно правило – не сидеть сложа руки в ожидании дотации из краевого бюджета. Правило хорошее, но работает чаще в городах. Сельские территории, а в них проживает сегодня половина населения Кубани, все еще отстают. Город пока выигрывает и битву за инвестиции, и за квалифицированные кадры. А ведь, по мнению губернатора, в аграрном регионе именно в сельских территориях сосредоточен огромный ресурс будущего развития края. К сожалению, даже в нашем экономическом успешном регионе слишком заметно отставание сельских районов от городских. Да, и между собой сельские поселения тоже зачастую кардинально отличаются. Например, рядом с каким-нибудь успешным сельским поселением, где благоустраивается территория, есть хорошая зарплата. И даже отремонтирован дом культуры, может находиться бедный, умирающий хуторок. И, конечно, нужно избавляться максимально от таких перекосов. Я уверен, если районы или поселения действительно хорошие управления, то выполнение этих задач абсолютно реально. Я неоднократно повторял, нужно увеличивать налоговую базу, помогать развиваться малому и среднему бизнесу. Не на словах, а, конечно, на деле. Нужно консультировать предпринимателей, работать со всеми инвестиционными предложениями. Даже самыми незначительными, а не бездействовать. Очень многое зависит от человека, от личности. Насколько человек действительно сам хочет работать, насколько он пользуется авторитетом, как он может повести за собой. За 10 лет существования самоуправления сделано многое. Благоустроены города и станицы, в них появились спорткомплексы, отремонтированы парки, детские площадки, тротуары, новые дороги. Все это изменения внешние, имиджевые. Теперь от местных властей ждут большего. Перед нами стоят новые задачи. Мы должны заниматься теперь вопросами экономики. Сделать так, чтобы предприятия работали на территории. Нужны технопарки. Этим вопросом занимаемся. Нужно, чтобы все перерабатывающие предприятия работали так, как сегодня пример показывают, скажем, некоторые сахарные заводы. Как показывают пример и некоторые предприятия агропромышленного комплекса, такие, как, допустим, САД, Гигант. Но мы должны сделать так, чтобы эта работа была повсеместна, чтобы экономика росла. А от этого будет и государство крепче, и край в целом, и каждый муниципалитет в отдельности. В наших силах сделать наш край еще красивее, богаче и привлекательнее. Среди тех, кто сегодня принимал поздравления, были представители самоуправления теперь уже российского Крыма. Руководители Ленинского района перенимают опыт на Кубани. Александр Мачуский, руководитель района, рассказывает, когда в республике узнали, что помогать его территории будет Кубань, начали завидовать. Нам повезло с Краснодарским краем, а вам повезло с Александром Николаевичем. Это очень энергичный человек, целеустремленный, коммуникабельный, поэтому берегите его. Я понимаю, что это ваш губернатор, но я думаю, может, чуть-чуть там, немножечко наш. Александр Николаевич обещал помощь, и помощь не заставила себя ждать. На той неделе к нам высадился мирный, нормальный десант по главе с министром экономики вашего края, Игорем Петровичем Голась и кучей специалистов. Была разработана дорожная карта, очень подкупает положительное отношение, я бы сказал, отеческое отношение, доброжелательное отношение всех жителей вашего края к нашему региону. Глав лучших поселений по итогам краевого конкурса Александр Ткачев и Владимир Бекетов сегодня поздравили лично. Почетные грамоты и премии в несколько миллионов рублей, каждая из которых пойдет на благоустройство территорий.